Нас окружает огромное количество вещей, которые появились на свет очень давно. За десятки и сотни лет их назначение изменилось кардинальным образом. Почему ММДЭМС изначально могли есть только взрослые, а воздушные шары использовали на похоронах? В этом видео на Моголь ТВ я расскажу о 16 обычных вещах, которые мы используем совсем не так, как задумывалось. Если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите красную кнопку подписки и колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых интересных видео на Моголь ТВ. Номер 1. Спам. Для большинства из нас спам – это ненужные письма на электронной почте или смс-сообщения с рекламой. Ставьте лайк, если вы тоже очень не любите спам. Но если вы забьете в гугле слово «спам» на английском, то увидите огромное количество фотографий ветчины. Но в чем же связь между ветчиной и электронной почтой? Дело в том, что ненужные рекламные сообщения получили свое название благодаря американской марке консервированной ветчины. Спам расшифровывается как «spiced ham», то есть ветчина со специями. Эту ветчину активно ели американские военные, а также поставляли в Британию, в которой после Второй мировой войны были большие проблемы с продовольствием. В итоге, за несколько десятков лет эта ветчина в больших количествах настолько надоела британцам, что начиная с 70-х-80-х годов прошлого века слово «спам» стало означать что-то излишнее и ненужное. А с появлением повсеместного интернета понятие «спам» активно закрепилось в нашем сознании. Номер 2. Воздушные шары Сегодня воздушные шары ассоциируются у нас исключительно с какими-то позитивными эмоциями, праздником или радостью. Но появились они сотни лет назад совсем не для того, чтобы радовать детишек. Воздушные шары придумали ацтеки. Они скручивали фигурки животных из воздушных шариков, чтобы сжигать их во время жертвоприношений на вершинах своих пирамид. Разумеется, у ацтеков не было синтетических материалов для производства шаров. Они просто брали кишки животных и надували их. Но современным детям, пожалуй, не стоит об этом рассказывать. Номер 3. Тени для век Это вещь, которой сегодня пользуется почти каждая девушка. Но появились тени для век давным-давно, и наравне с женщинами ими пользовались мужчины. В Древнем Египте тени для век накладывали для защиты глаз от палящего солнца. Тогда для этих целей использовали материал сурьма. То же самое делали многие пираты. Они наносили на веки сжженную пробку, чтобы защитить глаза и кожу рядом с ними от лучей солнца, отраженных волнами. Так что Джек Воробей с накрашенными глазами выглядит вполне как среднестатистический пират того времени. Номер 4. Капюшон Сегодня капюшон – это обычная повседневная деталь одежды. Но этим мы обязаны монашескому ордену капуцинов. Они как раз получили такое название благодаря тому, что носили остроконечные капюшоны. Монахи использовали капюшоны для того, чтобы скрывать свои лица. Так они сохраняли тайну, и их лица были невидимы. Номер 5. Фрисби Если название вам ни о чем не говорит, вы наверняка видели пластиковую тарелочку, которую ради развлечения кидают друг другу. Сегодня это целый вид спорта, по которому проходят международные турниры. Но появилось фрисби благодаря пирогам. Студенты Ельского университета в Америке в середине 50-х годов прошлого века в качестве развлечения перекидывают друг другу жестяные подставки для выпечки пирогов. От фирмы Фрисби Пай. С тех пор эти тарелочки делают немного другими из другого материала, но название осталось прежним. Номер 6. ММДЭМС Сегодня эти разноцветные конфеты – излюбленное лакомство в основном для детей и подростков. Но когда ММДЭМС только придумали, его можно было есть только взрослым, которые при этом служили в армии. И вот почему. Эти конфеты изобрели специально для солдат во время Второй мировой войны. Военным был необходим шоколад как источник энергии. Но обычный шоколад таял на солнце, а конфеты, покрытые специальной оболочкой, нет. Лишь в середине 20-го века драже перестало быть исключительно лакомством для солдат. Но главная фишка и слоган «Тает во рту, а не в руках» дошел и до наших дней. Номер 7. Наверняка вы знаете, что такое шрифт Брайля. Это специальный выпуклый шрифт для слепых. Но придумали его совершенно не для этого. В начале 20-го века капитан французской армии создал для военных специальную азбуку, которая не просто позволяла кодировать сообщения, но и читать их вслепую. Ведь зажигая в темноте свет, вы просто могли привлечь внимание неприятеля. Создатель современного шрифта для слепых Луи Брайль взял за основу именно ту азбуку для военных. Номер 8. Духи. Сегодня есть огромное количество видов парфюмерий. От дешевой до невероятно дорогой. И хорошо пахнуть считается нормой в современном обществе. Но так было не всегда. В Европе парфюмерия появилась только в средние века. Тогда люди крайне редко мылись. И использовали парфюмерию для того, чтобы отбить резкий запах грязного потного тела. Номер 9. Сегодня в каждом телефоне есть множество игр с крутой графикой и сюжетом. Но еще 20 лет назад главными развлечениями на компьютере были игры «Косынка» и «Сапер». Наверняка многие из вас, если не играли, то хотя бы слышали об этих олдскульных развлечениях. Интересно, что появились все эти игры на Windows не для того, чтобы люди в 90-х и начале 2000-х могли убивать время в офисе. Дело в том, что компьютерные мыши стали повсеместно использоваться чуть позже распространения самих компьютеров. И чтобы научить людей пользоваться мышкой в простой игровой и доступной форме, были придуманы эти незамысловатые игрушки. Номер 10. Футболки Сегодня футболки носят абсолютно все, от маленьких детей до пожилых людей. Но появился этот вид одежды благодаря военным. По-английски футболка называется «T-shirt», что в переводе на русский означает «T-образная рубашка». Американскими военными во время Второй мировой войны эта укороченная версия рубашки использовалась в качестве нижнего белья. Затем, после войны, ношение футболки считалось элементом бунтарства и вызова. И только 40-50 лет назад футболка стала обычным видом одежды. Номер 11. Каблуки Сегодня каблуки – это неотъемлемый атрибут женской одежды. Но так было не всегда. Когда-то это была исключительно мужская обувь. Каблуки активно использовали воины-всадники для того, чтобы можно было удобно упираться в стремя и стрелять на ходу из лука. Наверное, они тогда и подумать не могли, что спустя время каблуки будут носить только женщины. Номер 12. Чай Многие люди ежедневно пьют чай и не по одной чашке. Но изначально, когда чай только появился в Китае, его использовали исключительно как лекарственное средство. Никто и не думал пить его ради удовольствия. Даже когда чай попал в Европу, им сперва только лечились. Врачи даже наделяли чай чудодейственными способностями – чуть ли не поднимать мертвых из могилы. Но это, конечно, большое преувеличение. Хотя, возможно, именно благодаря таким рекомендациям чай и обрел свою нынешнюю популярность. Номер 13. Кольца Сегодня кольца используют как украшение. Но изначально у колец было более практическое назначение. В древние времена представители знати использовали кольцо как печать. Воины-лучники использовали кольца, чтобы защитить кожу пальцев от тетивы. Позднее кольца были показателем статуса своего обладателя. Частично это сохранилось и сегодня. С той лишь разницей, что появилось огромное количество совсем недорогих видов колец, которое может себе позволить каждый. Номер 14. Первая веб-камера появилась благодаря огромной любви к кофе. Дело в том, что в 1991 году в Кембриджском университете на всю команду участников научного проекта приходилась всего одна кофеварка. Причем находилась она на другом этаже. Поэтому некоторые коллеги частенько оставались без кофе. Молодые ученые нашли талантливый выход из этой ситуации. Они поставили веб-камеру рядом с кофеваркой. А на удаленном компьютере появлялось изображение, которое обновлялось три раза в минуту. Номер 15. Зонты появились множество лет назад еще в древнем Китае. И служили они исключительно защитой от солнца. Именно в таком качестве они переместились и в Европу. И только в 18 веке европейцам впервые пришло в голову, что можно использовать зонт для защиты не только от солнца, но и от дождя. Номер 16. Сегодня люди платят деньги за то, чтобы иметь возможность попотеть на беговой дорожке. Но в начале 20 века в Британии побегать на подобном устройстве можно было совсем бесплатно. И при этом совершив какое-то преступление. В английских тюрьмях в то время таким образом заключенные перемалывали зерно. Постоянно переставляя ноги, они приводили в действие специальный механизм. И только спустя 100 лет беговые дорожки стали использовать как спортивный тренажер. Не забывайте заходить в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.